всем привет продолжаю гулять по моему маленькому городку санкт-петербургу люблю свой город вот и хочу познакомить вас с частью такой культурной жизни с нашей столицы северной это очередная выставка которая проходит в манеже центральный выставочный зал наш и совместно с фондом развития современного искусства представляется масштабный выставочный проект алексея партала части стен не знаю как ударение ставить партала или партала ну в общем то простит меня автор проекта так вот части стен как написано в анонсе это первое масштабное исследование уличного искусства россии от калининграда до петропавловск-камчатского и действительно здесь представлены города калининград москва санкт-петербург сочи краснодар севастополь саратов волгоград нижний новгород пермь катеринбург тюмень новосибирск красноярк иркутск владивосток петропавловск-камчатский просто куча городов это действительно приехали художники из этих городов и вот создали такую масштабную выставку действительно это попытка зафиксировать работы наиболее заметных граффити и стрит-арт художников рисующих как нелегальных кстати так и в легальных местах а что касается нелегально знаете я знаком с некоторыми художниками которые работают на улице действительно молодость в молодости они занимались нелегально сейчас у некоторых уже своей фирмы и работают легально а когда были молодые расписывали электрички в общем называют бомберы и конечно они негативно относятся к тем стрит-арт художников граффитистом как их называют они мой приятель которые разрисовывают дома притом разрисовывают так профессионально я бы сказал мы когда едем на электрички допустим очень часто видим гаражи в надписях этих ребят какое отношение отношения так неспокойные может быть даже веселенько как-то стало повеселее проезжать около стен гаражей но одно дело раз разрисовывать расписывать своими никами какие-то стены гаражей это одно а когда на каком-то историческом объекте так это вообще неправильно красивые я считаю что ты просто неприлично да таких крупных исторических городах допустим наш санкт-петербург первый раз я встретился с граффити в праге и был просто убит на церквях на каких-то красивых домах какие-то надписи но это вообще просто некрасиво и это мое отношение вот и кстати я возвращался из италии тут как-то и разговорился с одним человеком он живет в ницце вот он как раз занимается тем что уничтожает эти все надписи которые делают на стенах домов это целая группа которая работает под руководством муниципалитета ницце вот он знает очень известных французских арт-художников которые занимаются граффити ну и показал свои подборки потрясающе просто действительно обалденные красивые картины просто сделаны картины но они сделаны в таких местах которых даже муниципалитет ницце в общем в принципе разрешает ну как бы так сквозь пальцы относятся вообще эта работа человека она очень значительно потому что ему надо подобрать color для того чтобы уничтожить какую-то да граффити надпись и так далее так далее но это как бы такая ремарка так вот продолжаем продолжаем путешествовать по выставке в проекте принимают участие только российские художники имеющие уличный бэкграунд всего 70 авторов я перечисляю в конце видео сюжетиком своего из 70 городов россии задача проекта представить художников имеющих большой опыт работы и сотрудничающих с галереями и музеями среди этих художников как совсем молодые так уже известны именно а также участники международного биеннале уличного искусства крупных фестивалей и выставок ну действительно интересно походить по этой выставке посмотреть что здесь такое тут на натворили эти художники некоторые работы есть очень интересный мне просто действительно запомнилось какие-то работы в проекте более 100 работ скульптура живопись графика фотография есть еще как бы на внешней части манежа я что-то не пошел на западной части там тоже как это выставка не было времени но тоже можно туда сходить поэтому у кого будет возможность и желание наверное после того как вы посмотрите то что я тут снимал можно пройти и посмотреть в манеже выставка по моему до двадцатых чисел она будет и находится почти рядом с исаки поэтому можно так посмотреть на исаки и зайти в манеж ну собственно говоря и все вот что я хотел вам показать рассказать посмотрите как бы рассказывать что вот надо смотреть что-то понравится что-то не понравится но имеет место быть имеет место быть стрит-арт часть которого представлены ну а кто заинтересуется можно просто в интернете я думаю что и на ютубе посмотреть работы стрит-арт художников конечно на слуху самые такие известные художники стрит-арта это бэнкси линии макгур из бруклина но тех кого я так видела стэффа файрой из нью-йорка костан ревс рон инглиш из далласа это просто тех кого это припоминаю ну и много действительно можно посмотреть там потрясающие работы просто это огромные полноценные картины есть просто очень обалденные работы которые просто картины это очень радует потому что все-таки как-то веселее жить становится когда ты идешь по улице вдруг видишь у вас а на стене дома старый при старой какой-нибудь стене или на какой-нибудь телефонной будки или разрушены какой-нибудь такой подстанции которых как они называются которые вот во дворах стоят электрических шикарная картина как у нас в Петербурге бьются по поводу картины черкеса закрашивать его или не закрашивать ну красиво же значит закрашивать зачем конечно она сделана нелегально ну что есть то есть короче говоря вот такая выставка все всем пока всем привет до свидания всего хорошего будете как вы и саги зарулите в манер все пока всем привет до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok